друзья вы видите тот и вы конечно думаете кто это такое принес когда вы думаете кого это михаил тут вот сейчас нам покажет того кто это принес знают ветераны нашего канала это никита никита у нас по визе джей ван когда-то работал админом как давно это было в десятом году серьезно что он у нас работал работал полтора года потом он уехал в казахстан в город актабе по простому актюбинск в этом актабе он был не знаю сколько мы делали ему гриви этот самый венби визу а пока сидел там и дожидался дома потом дождался получил когда вы сюда приехали уже с венби визой а в декабре 2012 12 5 лет назад ну почти 5 лет назад за это время друзья судьба значит ну можно сказать жестоко мотала его по разным местам он сказать ласково ласково переводил его за одной компании в другую и сейчас он оказался уже как давно в норск-каролайне 10 месяцев с прошлого года как там хорошо а вот для начинающего там нормально жить да да ну прежде всего цены гораздо ниже поэтому для начинающего что вы снимаете какое жилье а одна в этом квартиру 1 2 1 там холостой друзья девочки он холостой но это это все и так ведь значит теперь давайте вот что сколько вы платите за однокомнат бомбардом квартиру и я ребятам только скажу что это находится в пригородах ралы это тоже называется технологический треугольник там в норск-каролайне почем квартирка а я плачу 1100 это где-то средняя цена за 1 бедра но хорошая квартира да ну здесь хорошая ровно в двое бы и заплатил и туб она не была сильно хорошей так хорошо а оплатит примерно как тут или поменьше я не могу сказать про весь штат но войти платят слегка меньше но слегка это 30 процентов 10 наверно процентов 20-30 а вот так даже то есть слегка так и ничего себе слегка ну хорошо так а вы там сколько стоит дом нормальный три испании я думаю наверно 250 тысяч то есть вы можете да в принципе там на одну с первой зарплаты там купили о чем не купили дом пока еще определяюсь из местоположения с местоположением ну хорошо значит гринкарт на подходит на процессе да когда вы друзья на эти ванби то прыгать с места на место не то что опасно но это как бы отражается негативно на получение гринкарты поэтому так уж он ну ничего процесс идет процесс идет и мы видим друзья по этому торту мы видим что он не бедствует правда я пошутить не даете это отдельно это для вы девушкам будет там намекаете там наши студенты где-то там есть вот здесь краях есть в последнем я так думаю пару лет довольно таки много а из калифорнии людей переехали в ту эрию семейные в основном семейные ну конечно домик там деткам и все такое там но там не скучно там есть что-нибудь такое вот чтобы веселуха какая то есть в принципе вся веселуха готова раздеть есть она есть и там но разница ощущается но я не могу сказать что чего-то я не могу там найти хорошо с точки зрения айтишного вот этого вот тамошний этот треугольник айтишный он как бы драматически меньше по масштабам чем вот скажем у него долина или приближается или как он драматить но на данном этапе он драматически меньше он развивается сейчас но конечно масштабы еще очень коллектив хорошо но работа как бы есть вот если допустим работу еще что там есть а если там потерял туда там же и нашел не нужно никуда выезжать аскает скорее всего да еще не проходил через это но думаю что то ну что же так софия давайте у нас друзья у нас есть софия это как бы как это в песне поется это же кусок одессы информация для прессы софия скажите нам про никиту я вот рассказывал в одном из видео как нам приезжали практикантки одна из чили одна из южной африки вот как раз они приехали в одно время с никитой если сидели в одном офисе я что могу сказать про никиту что все следующие нетворк администраторы меня к нему ревновали потому что мне даже галочка сказала я не буду говорить кто потому что она меня убьет что вы пожалуйста не хвалите вот так потому что мой муж так переживает он так старается вы все равно никита никита это особенный мальчик я шутила с не говорила что если бы у меня была дочка и не было замужем я бы никогда его не отдала я пыталась его женить вы не думайте но но он на очень хорошей девочке которую я потом выдала замуж за нашего студента он все стеснялся сопротивлялся и все пропустил и потом уехал и так не получилось но я могу сказать всем девочкам на вашем канале что таких мальчиков очень тяжело найти они посчетный товар так что если кто-то есть очень хорошие красивые пронумерованные пронумерованные да их часто не делают учтите что никита с нам даже приезжали его родители я помню очень хорошо помню папу они похожи листа в лицо такой жизнерадостный очень папа строитель был и никита он особый мальчик я хочу сказать что прошло столько лет и даже когда ему не надо он всегда приходит он помнил мой день рождения что меня довело до слез я хочу сказать что здесь работал очень много людей но чтобы кто-то был настолько благодарным настолько хорошим и настолько светлым очень редко а вы как попали ты к нам я нашел ваше объявление на форуме на говорим про вы тогда искали от network администратора которого вы могли бы прийти по визе j1 и я случайно увидел это объявление отправил вам резюме потом мне мы пока или по телефону и понял а вы смотрите наш канал этот силикон вал и бойся смотрю вас есть какие-то любимые темы и я в принципе смотрю практически все видео я не имел ввиду никита но я знаю что как бы это многие интересуются да если вы знаете анекдот как два петушка беседует и один петушок пойдем гастроном сходим только точек гастроном на курочек на курочек голод посмотрим ну это я не к нашему канал друзья не относится просто тема такая наши курочки с таким оперением будь здоров вот ну хорошо значит я хочу сказать что мы рады видеть никиту у нас с ним сюжетов было наверно с десяток и в аэропорту мы его встречали правда такие были дела в общем и мы очень рады что у него все таки все складывается складывается да и мы надеемся еще погулять на свадьбе все никита займет она договорились что ангелин